здорово чуваки вы смотрите кальянный блок по башке меня зовут дмитрий сегодня у нас на обзоре шарики усилители вкуса от компании альфа кир под названием спаркс садись поудобнее забивай кальянчик делай себе чаек и мы начинаем поехали по 2020 году компания альфа кир презентуют инновационный свой продукт шарики усилитель вкуса для кальяна спаркс сразу оговорюсь скажу что нифига это не усилитель вкуса это просто хорошая приятная добавка для вашего кальяна если же вы курили кальян примером дома 40 минут прошло или вы курили какой-то некачественный табак который закончился у вас через 15-20 минут вкус пропал и вовсе вы можете этот вкус докрутить шариками от компании альфа кир правда вы усилите вкус добавите себе вкуса всего лишь на 15 минут давайте сначала подсчитаем состав из чего состоит продукт от компании альфа кир спаркс инвертный носитель матрица сахар модификатор вязкости увлажнители вода ароматизаторы и красители в общем и целом чтобы вы понимали это просто стеклянные шарики которые покрыты полностью вот этой глазурью полностью покрыты вот этим веществом в шариках для кальяна спаркс не используется никотин не используется никакого табачного сырья то есть акцизов мы на баночках не увидим да они в принципе и не требуется самый главный вопрос самый главный вопрос на который нет ответа никто не заморачивался никто не считал сколько же шариков находится внутри каждой банки в каждой банке будут находиться разное количество шариков потому что шарики сами по себе они разного размера засыпается на заводе это я так понимаю все не вручную роботизировано это все засыпается но около 600 700 шариков в каждой банке находится в общем смотрите чуваки есть два вида использования шариков для кальяна спаркс первый это мы когда берем свою готовую кальянную смесь перемешиваем вместе с шариками от компании альфакер добавляем 10-15 шариков все это мы перемешиваем и забиваем в чашку как обычный табак второй способ когда мы курим табак около там как я уже говорил 20-30 минут вкус у нас пропал мы добавляем 10-15 шариков и этим мы усиливаем вкус усиливаем увеличиваем время курения еще на 15 минут сейчас у меня в чашке забита вафли от компании apollo и вместе в перемешку со спарксом нежный крем что я могу сказать чуваки курица это все приятно дополняет друг друга очень и очень хорошо потому что я для чистоты эксперимента я до этого курил apollo вафли я знаю этот вкус я его при прокуривала около 50 минут я знаю прекрасно этот вкус а также чуваки я проводил эксперимент я брал без аромку добавлял в нее шарики спаркс для того чтобы почувствовать чистый настоящий вкус шариков спаркс я смело могу заявить о том что спаркс и табачная смесь дополняет себя друг друга не себя дополняют друг друга очень и очень хорошо время поговорить о том что сколько же это все добро стоит шарики для кальяна спаркс вот за вот такую вот баночку обойдутся вам в розницу 1400 рублей как я уже сказал внутри непонятно сколько шариков то ли это 600 то ли это 700 шариков если прикидывать на себестоимость одного одной забивки одного кальяна это получается грубо говоря 25 рублей не такие большие деньги но стоит ли это покупать домой решайте ребятки сами в общем чуваки давайте приступим к разбору вкусов сегодня у меня на обзоре 5 вкусов и первое что у меня попала мне попала в руки это дикий фрукт фантастическое сочетание спелых ягод с нотками тающих фруктов если вам нравятся сладко кислые ягодные ароматы то дикий фрукт отлично вам подойдет сделайте кальян и добавьте 10-15 шариков чтобы почувствовать яркий вкус спелых ягод с первой затяжки что могу сказать по данному вкусу я когда смотрел вот эти все картинки все как выглядит баночка выглядит наклейка на банке спаркс я думал почему-то что это роза когда я хочу хотел не когда я открыл чтобы почувствовать вот этот аромат мне также это напоминало розу потому что уже в голове вот здесь на подсознании было то что это роза на самом деле мне этот вкус не впечатлил конечно может кисло-сладкий кисло-сладкий ноты можно уловить но в принципе этот вкус меня не впечатлил поэтому мы переходим дальше приятный аромат свежего домашнего базилика в тот момент когда вы почувствуете что ароматика вашем кальяне угасает или вы просто захотите почувствовать новый вкус просто добавьте 10-15 шариков получите удовольствие от уникального вкуса вашего кальяна с нотками базилика мне понравился из банкин пахнет прям мега 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 ярко то есть напоминает настоящий свежий такой домашний базилик но при курении немножко уже нотки совсем другие то есть он немного такой тусклый но в то же время он дает приятное сочетание в ваши миксы если уже вы любители чего-то травянистого чего-то такого пряного в принципе этот вкус вам отлично зайдет saur power чтобы вы понимали это лимонно-кислый пикантный и цитрусовый привкус больше описания нет потому что этот вкус особо не нуждается в никаком описании потому что это все курица очень приятно это кислый хороший лимон что могу сказать по поводу этого вкуса на самом деле это мой фаворит потому что это кисло это свежо это очень и очень приятно даже просто его добавить поверхностно чтобы усилить вкуса и покурить его в чистом виде почему бы нет мне лимон очень понравился я вам его могу смело рекомендовать конечно если вы захотите потратить 1400 рублей смуз cream это именно то что сейчас у меня добавлено в чашечке это сладкий нежный и сливочный привкус с нотками ванили это приятное дополнение для миксов это очень хороший сливочный крем такая ванильная нотка это очень и очень хорошо в принципе если вы любите миксовать делать десертные кондитерские миксы или же просто добавить какой-то нежности ваши миксы в принципе почему бы нет спаркс со своим нежным кремом также я могу отнести в категорию топчик кул ментол это просто свежий ментол он не такой ядерный он не бьет по горлу он не морозит тебе мозги и в принципе это просто хорошая приятная свежесть если вы любите свежие кальяны добавляйте пожалуйста курите на здоровье как говорится в компании спаркс есть еще subzero вкус это уже прям вот очень ледяной такой прям ментоловый ментоловый свежий такой вкус и также есть просто классическая мята поэтому чуваки разбор вкусов закончился давайте теперь поговорим для кого же это шарики для чего же эти шарики нужны и стоит ли их покупать для домашнего курильщика для домашнего пользователя для кальянных в принципе да можно использовать в кальянных это чисто как бы если обыграть эту всю историю обыграть именно тем что придумать что-то такое новое необычное и продать это это со стороны маркетинга в принципе это можно человек у тебя покурил там около 40 минут 50 минут ты можешь ему продать соответственно новый кальян чтобы человек заказал новый кальян но ты можешь за какую-то определенную плату, обыграть как-то это все, восстановить ему чашку, продлить время курения там на 15 минут и в этого будет достаточно. Я не понимаю, почему другие так негативно высказались по поводу шариков Спаркс именно для работы в заведениях. Для домашнего курильщика в принципе что-то попробовать, что-то новое, что-то интересное, почему бы нет. Большинство людей сравнивают шарики для кальяна, Спаркс сравнивают с пастой Спейсмок. Но смотрите, ребята, Спейсмок это самостоятельный продукт, который не нуждается там в докрутке, это ни в коем случае, это не добавка, не усилитель вкуса вашего кальяна, это полноценный самостоятельный продукт. Чего нельзя сказать про шарики Спаркс, потому что шарики Спаркс в чистом виде лучше не курить, то есть их невозможно курить и лучше этого не делать. Лучше не переводить продукт, который стоит не таких маленьких денег. Ну и в общем, чуваки, кальян у меня выдохся, потому что курился он больше уже 40 минут. Давайте добавим чего-то приятного, добавим, немножко освежим наш кальянчик, чтобы завершить этот видосик. Мы добавляем, я ближе к стеночкам добавляю шарики Альфакер, потому что стенки у нас у чашки прогревается побольше, побыстрее. В принципе, вот мы добавляем шарики Альфакер, добавим лимончика, добавим свежего базилика, немножко шариков со вкусом лимона я добавил около 12 шариков, шарики с базиликом я добавил чуть-чуть поменьше, около 8 шариков я в принципе сейчас не считаю. Ну и добавим немножко свежести. Сделаем прям вот такой миксец, посмотрим как это себя будет вести. Скажу сразу, что никакого соприкосновения с коллаудом лучше не делать, то есть лучше это избежать. Поэтому шарики для кальяна мы немножко приминаем вовнутрь, чтобы не было никакого касания с нашим коллаудом. Ну и соответственно ставим колодку на борт. В общем, чуваки, смотрите, выводы мои и эксперименты. Самое главное, что хочу вас предупредить, как бы здесь ничего такого химического сверхъестественного плохого в этих шариках нету, но ни в коем случае не стоит употреблять их вовнутрь. Не стоит кушать эти шарики и пробовать их на вкус. Плюс банки, банки очень хорошие, банки сделаны хорошо, есть защита от детей и так в принципе ты ее не откроешь. Но лучше от детей хранить также подальше. Инновация это или нет? Многие, кто смотрит мой канал уже давно, так же как про пасту SpaceMog я высказывался, что я люблю что-то новое, люблю что-то интересное, люблю экспериментировать. Для меня это инновация, для меня это прикольная игрушка, с которой можно побаловаться, можно поэкспериментировать. Я ничего плохого в этом не вижу. Шарики эти очень хорошо себя раскрывают и очень такой насыщенный, приятный вкус дают. И похрен на то, что правда это всего лишь там 15 минут. Лично для меня, чуваки, компания Альфакер это бессмертная классика. Это бессмертная классика, с которой мы все начинали и когда ты снова забиваешь себе в чашечку Альфакер, ты приятно погружаешься в прошлое, в свои приятные какие-то воспоминания. За это сразу плюс. Инновация ли шарики для кальяна Спаркс? Однозначно да. Это что-то новое, я люблю инновации, мне было приятно этим всем попользоваться, поэкспериментировать. Я все больше и больше буду экспериментов проводить и это все я буду грузить в свой инстаграм, поэтому ссылочка есть в описании. Чуваки, поддержите по-братски, подписывайтесь там, я делаю приятные, там я делаю прикольные видосики, делаю фотографии, выкладываю и делюсь этим всем с вами. Также в историях буду рассказывать о чем-то интересном, поэтому поддержите по-братски, переходите, подписывайтесь. Вот сейчас на фоне всего чувствуется хорошая такая леденящая свежесть и чувствуется очень приятный, прикольный, кислый лимон. Базилик на фоне этих всех шариков, он немножечко потерялся. И вот только я уже не знаю с какой затяжки, я не считал в принципе, вот только сейчас начинает нарисовываться базилик. Но в принципе вкус яркий, вкус насыщенный и я продлил жизнь своего кальяна, продли и ты. Нет, тут ребята уже смотрите сами, хотите покупайте, хотите не покупайте. Это просто прикольная, приятная штука, можно в принципе побаловаться. Какую оценку я могу поставить шариком для кальяна Спаркс? Это 8 из 10. Это из-за инновации, прикольные вкусы, приятно это все дополняется, курица это все очень насыщенно и хрен бы с ним, что это продлевает жизнь вашему кальяну всего лишь на 15 минут. Да, вы будете уже курить ваш сгоревший табак, которого вкуса еще в принципе уже нету, вы будете курить сгоревший ваш табак, но при этом вы не будете ощущать горелость табака, вы будете ощущать никотин, который там может быть еще как-то остался, и вы будете ощущать приятный вкус шариков для кальяна Спаркс. Ну и мое мнение, заслуживает внимания? Конечно заслуживает инновация, для меня лично это инновация. Кто там катит бочку на компанию Альфакер, катит бочку на вот эти все Спарксы, это пускай остается его личным мнением. Это все дело вкусовщины, и все мы люди разные. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому, ребята, будьте взрослыми людьми, думайте головой, решайте в принципе сами. Нравится вам или не нравится, дело сугубо каждого. Поэтому спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Меня зовут Дмитрий, и у нас на обзоре были шарики для кальяна Спаркс. Па!